Добрый день, уважаемые товарищи, уважаемые друзья. Этот зал давно не видел такую красоту, поэтому мы с удовольствием вас приветствуем. В связи с тем, что сегодня проводим круглый стол. Великий октябрь и женский вопрос. Ровно сто лет назад свершилась февральская революция. И февраль закончился октябрем, когда не был решен ни один вопрос. Ни вопрос о войне и мира, ни о земле, ни о производстве, ни женский вопрос. Тогда Великий октябрь принципиально изменил подход к жизни общества. Он поставил во главу идею «человек человеку не волк, а друг». Он все сделал для того, чтобы мирно на съезде собрать распавшуюся и сгоревшую в Первой мировой войне империю. Он предложил программу модернизации страны, которая оказалась потрясающей по своим результатам. За 20 лет страна увеличила в 70 раз свой потенциал. Были решены очень многие проблемы, связанные с экономикой, социальной сферой, с поддержкой. Особенно тех, где реализуется сущность социальной политики. Это детей, женщин и стариков. Я думаю, молодежь не знает и не помнит, по каким учебникам она училась, по математике. Но хочу напомнить, человеком 20-го столетия был признан Никольский Сергей Михайлович. Один из самых гениальных математиков на планете. Он 100 лет читал матанализ в университете МГУ, в Фестеге выступал, прожил 107 лет. Когда мы ему отмечали 90 лет, все стали ему желать здоровья. Он сказал, успокойтесь, в моем возрасте редко кто умирает. Когда отмечали 100 лет, то я столько выдающихся людей не видел в Академии наук. Приехала вся планета, от Нью-Йорка до Токио. Чествовали одного из самых великих гений в этой области. Он, вы учились по его учебникам, лучший сборник по элементарной математике, тоже его, трехтомник по матанализу, тоже его. По его учебникам учится вся планета, он действительно гений. И вот в 100-летнем возрасте разрешил мне раскрыть секрет его творческого долголетия. Первый секрет, он никогда не спорил с женщиной. Он, женившись, первый вечер поругался и зарекся. Он сказал, никогда с женщинами не спорьте. Вы обязаны их любить, помогать, заботиться о них, но никогда не спорьте. Себе дороже. Я считаю, очень мудрый совет был. Второй совет, он с утра начинал читать умные газеты. Всю жизнь выписывал газету «Правда» и заботился о новом поколении. Специально готовил те учебники, которые сделали нашу страну ведущей космической державой. Тем более, сегодня отмечаем юбилей Терешковой Валентины Владимировны. Через два часа будет открыта выставка внизу. Посетите обязательно. Вам очень понравится. У нас во фракции советская Светлана Евгеньевна единственная в мире женщина. Дважды герой Советского Союза, которая в космосе была, из стратосферы с парашютом прыгала. Установила целую серию мировых рекордов. В общем, потрясающий человек, очень сильного характера, обаятельная женщина. Но вот третий постулат Никольского был, надо жить обязательно в мире с природой. И при первой возможности он уезжал на природу. И когда я в одной из своих работ написал, что самое гениальное изобретение Всевышнего, это женщина, цветы и пчела, он сказал, вот это очень правильно. Почему? Потому что женщина подарила жизнь всему роду человеческую, вынесла ее под сердцем. Пчела является главным экологом планеты, а цветы дают плоды и семена, которые прорастают новыми растениями, продолжая жизнь в природе. Поэтому мы вас сегодня не только приветствуем и благодарим, что вы продолжаете лучшие традиции. Кстати, он тоже отмечает этот великолепный праздник. За равноправие более сотни лет женщины стали энергичнее бороться, но как раз в Великий Обтяг решил исключительно важные проблемы. Должен подчеркнуть, что женщины, я вот специально смотрел, самые активные у нас в стране, во всех областях. Самые образованные, вы гораздо образованнее мужчины. Я, например, раньше этого не знал, но оказывается на самом деле это так. Самые красивые, тут уже никто не спорит. Самые храбрые в этом отношении, это точно. Даже в нынешний кризис вы не теряете присутствие духа. Я, глядя на вас, чувствую, что такое исторический оптимизм. У нас партия исторического оптимизма. Самые работящие, это абсолютно верно. Ну и вы на 10 лет в среднем живете дольше мужчины. То есть вы оказались самые стойкие и выносливые. Например, у меня, у сына 5 сыновей, у дочери 2 сына и Маша. Я должен сказать, что на женские плечи ложится колоссальная нагрузка, особенно связанная с детством. Детский сад, когда Джани Радари, он прекрасный писатель итальянский, попал в советский детский сад, он называл сказку. Он сказал, что не просто сказка, это лучшее, что я видел на этой земле. Советская система детского воспитания в детском саду была признана в мире лучшей. Методики по воспитанию содрали у нас и французы, и даже японцы. Они сегодня признаны лучшими. Если взять начальную школу, вы просто ахнете. Почти все учителя в начальной школе, это женщины. Я в свое время читал философию на историческом факультете, на физмате и на факультете начальных классов. И должен сказать, что преподаватели начальной школы, а по сути дела учитель начальной школы, это вторая мать, исключительно подготовленные и образованные люди. Прекрасно знают русский язык, литературу, математику, физо, изо. Все, в общем, это универсал своего рода. И в этом отношении только женский характер позволяет это быстро и энергично освоить. Ну и, на мой взгляд, в советское время вы были самыми свободными людьми. Вам были открыты все учебные заведения и все возможные рабочие места. Правда, вы тут увлеклись на некоторых направлениях, мужики опоздали. Но, тем не менее, впереди у нас задача с тем, чтобы вернуть вам все лучшие завоевания. В этой связи наша фракция и наши женщины очень энергично трудятся. Мне позвольте открыть наш круглый стол, пожелать вам добра, удачи и поздравить вас с праздником. Спасибо.